Девушки отдыхают ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна Сергеевна, вот это приятный сюрприз Фёдор Васильевич, а у меня наоборот, неприятный Что? Машина у вас сломалась, вы не посмотрите? Конечно, посмотрю Так, что там у нас? Да, Анна Сергеевна, здесь без помощи профессионалов не обойтись А вы куда ехали? В обл-центр Так я тоже туда, давайте я вас отвезу Так а с машиной что делать? Да ничего, мои ребята ее заберут, не волнуйтесь, все нормально будет Едем? Ну что делать? Поехали А вы тоже в обл-центр? Ну да, там новый супермаркет построили На переговоры еду, у них завтра открытие А вы с ночевкой? Нет, я вечером на автобусе вернусь Точно? А то и утром мог бы отвезти Нет, нет, не проблема Ну дело ваше Субтитры создавал DimaTorzok Анна Сергеевна, это судьба Давайте я помогу вам Спасибо, Федор Васильевич А вы как здесь? Решила вот в этом отеле остановиться Так вы же вроде не собирались ночевать Да, но как назло аптека, в которой самое важное лекарство уже закрыто Придется завтра с утра идти А я поужинать сюда приехал, здесь отличный ресторанчик и кухня превосходная Может составите мне компанию? Ой, Федор Васильевич, я если честно так устала Тем более, надо развеяться Да я бы лучше поспала Анна Сергеевна, кстати, насчет машины Машина уже в Дубнинске, в автомастерской Завтра там кое-что поменяют Ну и можно будет снова ездить Спасибо вам огромное, Федор Васильевич Как мне вас отблагодарить? Поужинайте со мной Пожалуйста Ну хорошо, давайте Только пакеты занесу Анна Сергеевна Я тогда жду вас в ресторане Хорошо Спасибо Федор Васильевич, может там уже пора? Так детское время еще Возвращаются жтицы Анечка, за вас Спасибо Скажите мне, Анечка Какие мужчины вам нравятся? Но у меня нет критериев Хорошо Переформулирую вопрос Что в мужчине вас сможет заинтересовать? Нет, ну вы какие-то странные вопросы задаете Федор Васильевич Правда Отчего же? Вы молодая, красивая девушка Не замуж А может я вашу личную жизнь хочу устроить? Да у меня вроде все в порядке Анна Сергеевна Еще конечко А знаете что? Я для вас песню сейчас закажу Ой, не надо, Федор Васильевич Это правда личная Сейчас, сейчас, минута Не покажем по тьме панели И он не попройдет Алло, привет Алло, привет Андрей Звоню, напомню тебе, что через 20 минут надо делать укол Я помню, спасибо А, слушай, а, говори, говори Нет, ты говори, что хотел Я хотел извиниться за вчера Прости меня, пожалуйста Да я и не обижалась Но я хотела бы об этом поговорить Хорошо Ну, ну, давай не по телефону, приезжай, поговорим Да, только завтра, я сейчас в обл-центре А, хорошо А когда ехала, нормально? Машина не барашлена была, нет? Сломалась на пух пути Но я по дороге встретила Федора Васильевича, он меня подвез А твою машину поручил своим людям Так что все в порядке, все хорошо Ну, хорошо Ну, тогда я жду, до встречи Да, давай, пока Пока Пока-пока Пока-пока Анна Сергеевна, потанцуем Федор Васильевич, я так устала Отказ не принимается Скажу тебе, что ты красивая Что ты любовь моя на век Что ты судьба моя счастливая Мне сам нужный человек Все птицы утром о тебе поют В сиянье розовой зари И незамет жизнь вошла мою И никогда не уходи Не уходи Извините, Анна Сергеевна, прошу Спасибо Ой, держитесь, Федор Васильевич Я вызвала вам такси, сейчас приедет Как вы душа в жене изменяет Ну, домой, домой Какой домой А кто это с ним? Да Так это же наш травматолог Он жене изменяет Надо Ирке сказать Привет Да, мы с Димкой в обл-центре сейчас Посидеть, зачем мы врем сами себя А, ну, правда А вот, ваша машинка подъехала Нет, нет Да, 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 Федор Васильевич Я не хочу, я не поеду Ну, вы такой тяжелый Анна Сергеевна Нам же нравимся друг другу Ну, правда Федор Васильевич, давайте Я не хочу, я на машине поеду Да, кстати, где ваши ключи? Ключи? Да, ключи Так вот они Вот, хорошо Не потеряйте Да, пожалуйста, присаживайтесь Анна Сергеевна, поедите со мной У меня квартира здесь Федор Васильевич, присаживайтесь Я вас очень прошу Ну, правда Спасибо большое за ужин Всего хорошего А может Все, езжайте, езжайте, езжайте Так что Вот она какая Твоя, Анечка Ваша машина готова Федор просил привет Привет Спасибо А я же говорила, Андрюша Что ты тут делаешь? А я к жениху своему пришла Угу, вспомнила А я и не забывала Да, я сначала испугалась Но теперь я хочу заботиться об Андрее А то это ваша врачиха Совсем его довела Вы все одинаковые Чуть проблема какая Вы сразу в кусты А я не все Может, это ваша столичная фифа И гулящая А я всегда была верна, Андрюше Спасибо вам за все, Федор Васильевич Это вам спасибо, Анна Сергеевна За то, что довезли Извините меня За то, что Вел себя так вчера Выпил много Да ничего Бывает Сами домой доедете? Конечно, доедем Городок маленький Тогда до свидания И спасибо вам за машину Андрея Ерунда Всего хорошего Счастливо Оля, привет А ты чего здесь? Здрасте Девушка Добрый день Значит, это правда? Что правда? Ты еще издеваешься Да что случилось? Что случилось? Да ничего Ничего Просто опозорили меня на весь город И все Спасибо Да что, измой, что ли Девушка А что вы прячетесь? Номера снимаете В другие города выезжаете Спали бы здесь У себя в доме Не устраивай скандал А знаете что? Забирайте его себе Ты мне больше не нужен Оля, подожди Удачи Извините, Анна Сергеевна ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Че тебе надо? Молодец Молодец Пар выпустила Можем спокойно поговорить Мы с тобой нечем разговаривать Оля А что происходит? Я вообще ничего не понимаю Зато я все поняла Нашел другую на стороне Чтоб тебе твоя его родила Все просто Да кого я нашел Не было ничего Ну ты же умная женщина С высшим образованием Веришь всяким сплетням Я тебе клянусь Этот развод легким не будет Дом я тебе не отдам Какой развод? Да не было ничего Понимаешь? Ну не было Понимаешь? Какая же ты все-таки сволочь А идиотка верила тебе во всем Чуть бы от Сережи не отказалась Руку убери! Что? Оля 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 Здравствуйте 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 Добрый день Яков Алексеевич Вызывали? Проходи Присаживайся Вот честно тебе признаюсь Мы с тобой вроде бы сработались уже Но я до сих пор тебя не могу понять Для меня ты загадка То ты куришь Яков Алексеевич Да я не куришь Так То спасаешь людей Андрея вон Дочь мэра А потом вдруг становишься сплетней номер один В городе Заромана И не с кем-нибудь А с владельцем городообразующего предприятия Местной знаменитостью Который к тому же женат Вот как это все переварить Я не знаю Яков Алексеевич А вы не верьте сплетням И не надо будет ничего переваривать Да ты пойми, Аня Это тебе не столица Здесь городок маленький Все друг друга знают Опозорилась Полгода болтать будут Здесь нужно очень осторожно Но нельзя быть такой эпатажной Как ты привыкла там у себя Яков Алексеевич Ни к чему я не... Так Попридержи коней Ладно? Могу идти? Иди! В общем, у меня скоро тестирование А я некоторые вопросы не знаю Школу-то прогуливала Не волнуйся Ну думаю, все будет хорошо Что-то я разболталась, да? Тебе, наверное, не до этого Да, мне сейчас о чем угодно лучше думать Только не о разговоре с Андреем Звонки мои сбрасывает Я думаю, что слухи до него уже дошли Если он тебя любит, то поверит А не каким-то там слухам Ой, ну ладно, я это пойду Хорошо? Хорошо Да Ты звони, если что Да, хорошо, давай Анна Сергеевна, а что, что вы ножками? Я думала, вас Федор подвезет Вы же с ним, правда? Ира, прекратите Андрей, все, что касается Федора, это неправда Послушай, ничего не нужно объяснять Ну дай мне объясниться Все, проехали Извините, Анна Сергеевна, Андрюше нужно пообедать И укол сделать СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аня, открой Аня, Аня, я знаю, что ты там, Ань Аня, Ань, пусти меня, Ань Я спать хочу С тобой в одной кровати, Ань Аня, Аня, ай Аня, ай Аня, 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 аня Харь, ты я, ну-ка, открывай! Ну чего ты? Все, 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 успокойся, я вообще не понимаю как это вранье разлетелось по всему городу, Андрей меня осуждает, люди в городе думают, что я шлюха, единственный человек, кроме меня, который действительно знает, что ничего не было, это Федор, и что он делает, ломится ко мне в дверь. Ты как психолог можешь мне объяснить, что это было? Мне кажется, психология здесь бессильна, но если искать корни, то единственной причиной может быть их развод с Ольгой. Они разводятся? Я не знала. Ольга подала на развод. Ой, Господи, это, наверное, из-за этих сплетен. Надо с ней поговорить. Не вздумай сейчас с ней разговаривать, только хуже будет. А что мне делать теперь? Ну, подожди, пока все уляжется. Легко тебе говорить. А если этот придет? Ну, я переночую тебя, чтобы тебе не так страшно было. Правда? Ну. Но у тебя же экзамены завтра, тебе выспаться надо. Шутишь? Я от нервов не усну. Давай тогда не спать продуктивно. Подготовим тебя к экзаменам по полной. Вот это я понимаю. Людка, привет! О, привет! Людка, что ли? Точку Мария Ивановна. А что ты здесь делаешь? Тесты буду сдавать. Здорово, что в нашей школе тут отовсюду ностальгия прет. А зачем тебе это тестирование? Хочу в университет поступить, на психолога. На психолога? Да ты что? И кто тебя на это надоумил? Ну, есть у меня подруга Аня. Не, ну, в принципе, у меня и своя голова на плечах есть. Бежать тебе от таких подруг надо, как от огня. Ты лучше людей взрослых слушай, опытных, которые жизнь прожили. И тебе добра желают. Я знаю, что ты людям помогать хочешь, но не быть тебе психологом. У меня две лучшие ученицы поступали. Но там такой конкурс, что даже деньги не помогали. Ну, а ты? Вы меня плохо знаете, Мария Ивановна. Я вас всех насквозь вижу. И я еще ни разу не ошибалась. Да ты не расстраивайся. Идем ко мне, я тебе чайком напою. Ольга Ивановна, вам нужно с мужем запомнить эти документы. Я передаю их в органы опеки на рассмотрение. По поводу мужа. Технически я еще замужем. Но мы собираемся разводиться. Поэтому усыновлять Сережу буду я одна. Ольга Ивановна, это очень плохие новости. Вы же понимаете, что пары гораздо больше шанса получить ребенка. Я рискну. Дело ваше. Я вас предупредила. Только потом никаких слез и претензий в мой адрес. Нет, не будет. Я все понимаю. Андрюш, а что если я сюда перееду? Я смогу заботиться о тебе. Помогать. Ир, зачем? Ты же сама меня бросила. Именно в тот момент, когда я больше всего в тебе нуждался. Сейчас пришла, как ни в чем не бывало. Ну, прости меня, дуру. Я испугалась. Я слышала разговор этой врачихи с Алексеевичем. Они сказали, что есть шанс, что ты будешь ходить. А не услышала бы, не пришла. Ир, да не нужно это все. Я же все знаю. Знаю, что ты встречалась с другим. Да. И неужели ты думаешь, что делаешь мне большое одолжение? Ну, что-то я не вижу тут очередь от желающих быть рядом. А я могу. А я не могу. Не люблю я тебя. Так, да? Ага. Понятно. Знаешь что? Они помогут тебе эти фитнес-йоги всякие. И врачиха твоя не придет. Так и останешься на всю жизнь никому не нужным инвалидом. Понял? Дрянь ты такая, а? Ну, что ж говоришь ты ему? Да чтоб язык твой отсох. Да пошла вон отсюда. Мам, да не трожь ее, пусть идет. Перзавка какая, а. Сыночек, ты не слушай ее. Все будет хорошо. И ты будешь ходить. И ножки будут ходить. Мам, все хорошо. Хорошо? Отлично. Я ее никогда не любил. Жаль, вот только сейчас это понял. Ну что, здравствуйте, Ольга Ивановна. Есть новости. Ответ по усыновлению Сережи положительный. Ну, слава богу. Получается, я могу прямо сейчас его забрать? Да погодите, вам еще сорок кругов бюрократического ада пройти. Всевозможные проверки. Месяца через три сможете его забрать. Это если повезет, конечно. А если не повезет? Могут завернуть. Вам сейчас нужно быть безопречной. И по поведению, и по документам. И главное, чтобы в квартире не к чему было придраться. Идемте. Я все поняла. Я все сделаю. Я все сделаю. Алло, Федор Васильевич, мне надо с вами срочно встретиться. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Федор Васильевич, я вам очень благодарна за все, что вы сделали для клиники и для меня лично. Но мне кажется, вы мою благодарность поняли превратно. Зачем вы вчера вечером ломились ко мне? С женой поругался. А все вокруг думают, что ты моя любовница. Так скажите всем, что это не так. Вы влиятельный человек, вам поверят. Слушай, а роди мне сына, а? Я все сделаю, что ты захочешь. Вы с ума сошли? Зачем вы со мной так, Федор Васильевич? Хороший ты человек. Нравишься ты мне. Уезжай сюда, а. Бабы здесь знаешь, какие мстительные? Сразу от слов к делу перейдут. А помниться не успеешь. Извини, прости, что так. Весь этот кузрер мне не понравился. Какой-то бледноватый. Вот абрикосовый рассвет лучше. А я вишневый сад закажу. Ну, какой вишневый, ну? Тебе нужно что-то в сторону красного. Ирка, что случилось? Не могу, девочки. Вот прям душа у меня болит за Олю. Разрывается. Надо что-то делать с этой врачихой. И так нельзя это оставлять. Так а что мы сделаем? Здрасте, девочки. Здрасте. Здрасте. Есть у меня один план. Давайте сегодня у меня соберемся и все обсудим. Я позову Олю. Все-таки мы все это ради нее делаем. И не забывайте, это касается каждой из нас. Вчера это был Федор, а завтра будет кто-то из ваших. Пойдемте. Ой, чего это? Экзамен провалила, что ли? Бабуля, а зачем вы меня с Аней обманывали, а? Какой психолог, какой институт? Максимум, что из меня выйдет, это я упаковщица в цеху. Или выйду замуж, если повезет. Это что еще за новости? Ты умная девица. С тебя психолог отличный получится. Ну, перестань, мне Мария Ивановна на все глаза открыла. О! А попросила не обижаться. Ваши золотичь побуждений, да? Мария Ивановна! Да, математичка моя бывшая. Да знаю я твою, Мария Ивановна. Стерва та еще. Может и стерва. Людей насквозь видит. Знаешь что? Во-первых, дальше своего лба эта дура ничего не видит. А во-вторых, знаешь, кто у нее в лучших подругах ходит? Нет. Жена Федьки. Смекаешь? Психолог. Ты хочешь сказать, что она специально? Экзамен начался? Нет, еще 10 минут. Успеешь. Давай, собирайся. Бегом, бегом, бегом. Бабуля, но... Не бабуля, бегом давай. Слушается она. Да. Нашла кого слушать, Мария Ивановна. Вставай. Сцепляйся сзади. Держись крепче. Давайте ваши телефоны. Если увижу, что кто-то пользуется телефоном, вы будете удалены из класса. И тестирование для вас на этом закончится. Также нельзя использовать любые другие средства на связи и справочные материалы. Все сдали? Простите, задержалась немного. А можно мой бланк? Думали, вы уже не явитесь. А куда ж я денусь? Держись. Музыка. Держись. Держись. Олечка! Проходи! Здравствуй. Солнышко! Мне так жаль. Олечка, какая он всё-таки сволочь! Да, продолжает всё тридцать. Хотя вчера ночевал у неё. Кошмар! Проходи! Заходи. Здрасте. Олечка, это Катя. Она все своими глазами видела. Да. Оль, мне так жаль, правда. Ну, ничего, мы ей спуску не дадим. Девочки, теперь мы все в сборе. Я предлагаю гнать эту стерву из нашего города. Значит, вот что я придумала. Оль, Оль, да остановись ты, подожди. Нет. Оль, ну подожди, послушай. Ирочка, то, что ты предлагаешь, это чудовищно. Да, я тоже хочу, чтобы она поскорее уехала из этого города, но должен же быть какой-то другой способ. Хорошо. Какой? Предложи. Я не знаю, ну, что-то более цивилизованное. Надо видеть на главврача, чтоб уволил ее. Да она протежи его друга из столицы. Он никогда ее не уволит, а мой план подействует, Оль. Поверь мне. Я сейчас в процессе усыновления. И я не могу в этом участвовать. И тебе не советую. Оль, я это ради тебя делаю. Я прекрасно понимаю, что для тебя это лично. Не смей меня впутывать. И еще раз повторюсь. Если ты это сделаешь, я молчать не стану. Хорошо, Оль, я поняла. Вот и славненько. Да я собственными глазами видела, как они из гостиницы выходили в обнимку. Она его сначала напоила, а потом соблазнила. Послушай, я никогда не видела Федора пьяным. Ну, не так, чтобы я его часто видела, но... А где Оля? А ей нужно было бежать. Но она на все сто с нами. Тук-тук. Хозяева. А я сдала тестирование. Результат через неделю, но я уверена, что все будет хорошо. Поздравляю. Ты умный. Я знаю. Ну что, отпразднуем? Что-то у меня настроения нет. Совсем затравили меня в этом городе. И вообще, я спать хочу. Меня сегодня, между прочим, тоже чморили из-за тебя. Чуть крест на будущем не поставила, если б не бабуля. Угу. Так, может, не надо тебе со мной общаться? Меня ничего хорошего уже в этом городе не ждет. Не надо тебе со мной на это дно. Ну, ты жестокая. И не права. Все. Карлсон улетел. Сереж, ты куда? Так, Кузь, я ухожу. У меня поезд через час. Новая экспедиция. На полгода. Не хотел тебя просто расстраивать. Как на полгода? Мы же через неделю расписываемся. Ты что, сбегаешь от меня, что ли? Ну, поиграли в любовь. И хватит. Нет, подожди, Сережа. Я тебя никуда не отпущу. Ты что? Ты что? Ты же полгода жил за мой счет. Так, прекращай. Ненавижу эти бабские разборки. Ну, сволочь же ты. Ой. Я дочь из-за тебя предала. Да это твои проблемы. Виктория Ивановна, что случилось? Почему вы плачете? С Аней, что-то случилось? Че надо? Мне нужна ваша помощь. Но вы же всегда были на моей стороне. Аня застряла в этом Дубнинске и не хочет уезжать. Помогите мне ее вернуть. Цветочки, да? Пошел вон из моего дома! Виктория Ивановна! Виктория Ивановна! Пошел вон! Что? Брасья, оттуда! Там лобичок внутри! Ну, вон дошел! От этой речки! Не цельте, мужиков! Пошел оттуда! Вот и оставайтесь! Все денег хоть забери! Да никому вы не нужны! Прости меня, доченька! О! Приветствую, Анечка! Здравствуйте, отец Николай! А Андрюша сегодня не будет! А я к вам! Мне посоветоваться надо! Я слушаю тебя, Анечка! Пойдем! Что... что у тебя на душе? Что происходит? Батюшка, я... я, наверное, уеду из города! Обстановка стала невыносимой, и все меня осуждают! Кто тебя осуждает? За что осуждает? Пойдем, пойдем! Да я уже и вещи собрала! Сейчас все выясним спокойно! Успокойся, успокойся! Все будет хорошо! Отче наш, сущий на небесном! Разве лица, имя твое, на премьер-царство твое! Да будет воля твоя, как на имя, так и на земле, на лифе! Хлеб наш, то сущный, на каждый день, и прости нам долги наши, как мы прощаем дружникам нашим, и невидимое искушение. Извали нас от луга, в имя Отца и Святого Духа. Аминь. Господи, Боже мой, я ни о чем тебя не прошу. Ничего мне от тебя не нужно. Делай только так, чтобы сынок мой на ноги встал. И не могу я сейчас оставить Андрея, даже если он со мной не разговаривает, даже если он с другой, ведь самое обидное, что с Федором Васильевичем там ничего не было, глупо все получилось, после этого он ломится ко мне в двери и хочет, чтобы я родила ему сына. Но ты поставила его на место? Конечно, поставила. А что толку? Андрей-то мне не верит. Ну, Андрею ты нужна, чтобы он там не говорил. Батюшка, а что мне сделать, чтобы он мне поверил? Я побеседую с ним. Надеюсь, он все поймет. Я так рада, что я вас встретила, что я с вами поговорила. И знаете что? Никуда я теперь не поеду. Пусть они думают, делают, говорят, что хотят. Правильно. Аня! Ань! Дом твой подожди! Что? Дом твой горит! Как горит? Господи! Батюшка, Александр, а вы… Так, машину! Быстро! А что? Что там случилось? Не знаю. Я тебя везде ищу. Так, а я, Андрей, не забегала. Да нет я. Дай руку мне. Так, так, так. Что теперь делать? Пойдем, пойдем. Анечка, поздно, не успеешь. Я пожары-то вызвала, но дом старый, сгорел быстро. Успокойся. Успокойся, Аня, успокойся. Ничего уже не сделаешь. Я говорила. Людочек, как же это? Да вот так. За секунду сгорел. За секунду. Ты успокойся, Анечка. О, Господи. А вот и она. Что, Анечка, догнала тебя судьба? Думала с чужим мужиком переспечить, а тебе за это ничего не будет? А она не думала, она их просто коллекционирует, да? Ничего. Сейчас мы и быстро в туалет. Эй, вы че? Оставьте ее. А ну, стоять. Оставьте ее в покое. А, быстро же ты к своей Анечке прикатился. Вали отсюда, ты ей не поможешь. Дрянь ты такая, а? Что же ты дрянь-то такая, Господи? Ах, ты дура старая. Как же ты меня достала. Ты мне всю жизнь испортила. Ты… О, Господи, Патрюшка. Оставь ее в покое. Оставь ее в покое. Идите с Богом. Уходи. Я… Я… Идите, идите. Я все равно. Я отомчу тебе, слышишь? Боже мой. Господь, Господь услышал мои молитвы. Ты встал, я Боже мой, я встал. Во истину, во истину чудо Господне. Анечка, 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 смотри, он встал. Ты говорила, что он встанет, а он встал. Ой, счастье такое. Чудо, чудо Господне. Мам. Да? Что? Поехали домой. Да, поехали. Поехали. Анечка, поехали к нам домой. У нас будешь жить. Хорошо? Давай, девочка, помоги мне. Ну, Андрюшечка, ну, давай. Давай ножками. Раз, два. Два. Вот. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодец. Прошу. Два. 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 Молодец. Успела? Нет. Уже обвенчались. Батюшка наставление дает. Ой, жаль. Ой, я Людка, подруга Аня. Ну, очень приятно. А это ваш? А это наш сын Серёжа. Нас уже трое. Четверо. Так вы беременны? Наконец-то. Поздравляю вас! Спасибо. Бабу! Привет! Поздравляем! Классоваться. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Людка! Поздравляю вас! Спасибо, моя хорошая. Как у тебя успехи в учебе? Прикинь, я отлично! Я даже не сомневалась. Что сейчас изучаешь? Психология преступника в рамках раздела отклонений от нормы. Поздравляю вас! Кстати, наша преступника встретила прокурора на вокзале. Он сказал, что все виновные поджоги указали на Ирину, как на подстрекательницу. Аня, мама, мамочка, ты моя хорошая. Как же я рада тебя видеть. Аня, ты прости меня, дочь. Пожалуйста, прости меня, дочь. А помнишь, как ты не хотел, чтоб я брал ее на работу? Помню. А сам в жены взял. Дорогие мои, а теперь всех дружно прошу к столу! Ура! 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 Друзья, все к столу! Всех к столу! Спасибо. Андрей, можно тебя отсюда? Простите. Мамуль, мы сейчас вернемся. Мы сейчас. Что случилось? Я тебе кое-что скажу. Ты помнишь, я вчера ходила к врачу? Так. К стоматологу, да? Ну, не совсем так. В общем, не хотела говорить раньше времени, но все подтвердилось. Я беременна. От кого? Дурак. Как же я тебя люблю. А я тебя. Ирина Вузова